Содержание городских водоемов обсудили на совещании в мэрии. В 2015 году на очистку водоохранных зон предусмотрено почти 16 миллионов рублей. На эти средства очищают береговую полосу левого, правого берегов и островов Волги, в границе города, а также рек Самары и Татьянка. Не должны оставаться в стороне и сами горожане, уверен глава администрации Самар Алик Фурсов. Мы должны с вами, как представители власти муниципальной, мы должны об этом постоянно говорить. Ну, личный пример здесь важен, безусловно, но важно еще информационное воздействие. Поэтому здесь и Елена Александровна, и ваше должно быть участие, и участие общественности в первую очередь. Прочувствовать ценность чистоты, наводимой своими руками, уже смогли больше 300 самарцев, которые приняли участие в эко-пикнике. Добровольцы прошли и очистили 7 километров берега Волги. С более крупногабаритным мусором помогали бороться два погрузчика и два КАМАЗа. Участвовать в таком мероприятии, ты уже сам задумаешься о том, бросить бутылку или пакет. Тут вот нужно поддержание именно такого порядка постоянно. Потому что, ну, если лифт чистый, ну, там надо быть очень таким злостным полиганом, чтобы какую-то надпись нарисовать на стенке. Очищают и вывозят мусор с территории подведомственно к городу постоянно с мая по конец октября. Общая протяженность земли вдоль самарских водоемов составляет более полутора тысяч гектаров. Все это водоохранной зоны несанкционированных мест отдыха горожан. Частоту поддерживают различными способами. Организация централизованного сбора и вывоза отходов береговой полосы, левого берега реки Волга посредством установки 18 бункеров-накопителей. Вывоз отходов из бункеров-накопителей, установленных водоохранными зонами в районе Кенапа, спуска улицы лейтената Шмидта, Советская армия, 9-й бросики, плюс уровень ежедневно. По остальным 14 адресам, спереду, один раз в два дня. Олег Фурсов дополнительно включил в план работы Департамента очистку береговых зон реки Степновка в Куйбышевском районе и озеро Банное. Оба водоема находятся на въездах в город и должны стать украшением Самары. Айгуза Ганшина, Мариана Мирная, Павел Пресняков, События.